Прямо сейчас начнется самая масштабная в мире акция по проверке грамотности «Тотальный диктант». Все мы со школьной скамьи учили многочисленные правила русского языка. Давайте узнаем, какие из них до сих пор приводят в смятение наших студентов. Я не очень сильна в дипричастных оборотах. Университет закончила недавно, но, надеюсь, какие-то задания еще остались. Наверное, грамматических ошибок я не допускаю, а вот с орфографией могут быть заминки. Это слова, которые у меня не в активном запасе, а в пассивном, поэтому это длинные, сложные, иностранные. Если честно, я боюсь того, что попадется в такие предложения, где нужно будет знать, как правильно поставить тире, двоеточие, ну вот эти правила. Я немного их забыла. Русский не мой единственный родной язык, и поэтому меня приводит в смятение двойное «н». То есть, в причастиях и так далее, это очень сложно для меня. Да, я тоже могу сказать насчет правил пунктуации и из орфографии. Возможно, слитное разделе написания каких-то слов. Это довольно сложный вопрос. Проверить себя в этих каверзных и во многом противоречивых правилах русского языка была возможность у всех жителей города. В этом году текст для «Тотального диктанта» был написан специально для акции писателем Андреем Мусачевым. Несмотря на то, что автор пишет в основном для детей, его текст про древний мир совсем непростой и полон как раз теми сложностями, которых так опасались участники. Облегчить понимание текста – задачи дикторов, которые играют в проведении акции большую роль. Я вот текст только что увидел минут 10 назад, первый раз его прочитал. Ну, хорошо, что здесь был профессиональный филолог. Она мне просто подсказала, где какие, ну, по поводу пунктуации в основном. То есть, где подольше паузы, где еще что-то такое. Как правильно скобки, допустим, выделять интернационно. Казанский университет уже не первый год является одной из главных площадок «Тотального диктанта» в городе. Одновременно в трех аудиториях свои знания русского языка проверили более 300 желающих. Всех их объединила общая миссия международного проекта – пробудить интерес к повышению грамотности. К тому же всех написавших добровольно-диктант на «Отлично» ждут приятные сюрпризы. Итоги масштабной акции будут подведены совсем скоро. А пока будем помнить – совсем не важно, на каком языке мы говорим. Главное, что писать и говорить грамотно всегда будет модно. Диана Авакян, Роман Самарин, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова